Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы знаете, не стоит в действительности верить. Каждая ситуация с физлицом уникальна. Основная стратегия – это защита своих накоплений, причем достаточно активная защита своих накоплений. И необходимо все-таки понимать, что будущие доходы они на сегодняшний день являются основным вопросом. Вы переговорите о безработице? Я говорю о безработице, я говорю о снижении производства, я говорю в том числе и о возрастающих затратах на коммунальные услуги. Падение курса рубля вызывает рост цен на импортные товары. Но есть какие-то сегменты, где ожидается падение цен? Ну, допустим, я знаю, жилье. Опять же, необходимо сегментировать. Если мы говорим с вами про Москву, то я думаю, что падение цен на недвижимость, опять же, не столько оправдано. Почему? Потому что недвижимость, как показала, она достаточно успешно пережила 2008 год. Не, ну было падение немножечко. Было, конечно, падение, но если бы у нас была рыночная конкурентная экономика, я думаю, что падение цен на жилье было бы сопоставимо с фондовыми рынками на процентов 70. Текущая ситуация, да, она, наверное, как раз характеризуется очень большой долей ожидания. В этой ситуации, конечно же, стоит, наверное, подождать. Мы все с вами знаем, что август месяц не счастливый для России по всем показателям. И, наверное, все-таки ситуация будет проясняться уже ближе к концу августа, когда будут отыграны большинство негативных составляющих. Ну, ликвидность начнет повышаться, тенденции уже будут складываться, может быть, менее волатильно. Но, по крайней мере, мы будем знать, куда идем. Обыватели всегда интересуют вопрос, почему, когда происходит падение цены на нефть, не происходит падение цены на бензин? Все очень просто. Наши нефтяные компании должны на чем-то зарабатывать. Надо отметить, да, что вот цена на нефть на международных рынках, да, она никоим образом не коррелируется с бензином. Если у нас только этим вопросом не задается наше правительство, которое напоминает нефтяным компаниям о том, что корреляция вообще-то должна быть. Так как мы страна-экспортер, да, то у нас не присутствует как таковой конкуренции там с международными компаниями, которые бы нам поставляли бензин, да, это и невыгодно с учетом масштабов страны. Поэтому здесь как таковой конкуренции не присутствует с одной стороны. С другой стороны, вот сейчас там закончилась пассивная, многие уезжают в отпуск, да, мы видим все-таки не присутствует рост, объемы падают. Нефтяные компании в какой-то степени, наверное, я хотел бы в этом быть более убежден, начинают конкурировать за объемы поставок. Давайте еще о прогнозах. Вот прогнозы некоторых экспертов говорят о том, что доллар будет стоить 37 рублей, 40 рублей. Они реальны или нет? Они, конечно, реально. И они вполне реальны, если мы увидим, так скажем, проявление негативных тенденций в экономике США. То есть в какой-то перспективе может произойти? Это летом произойдет или осенью? Если мы будем пробивать там 36 рублей за доллар и стремиться выше, то вполне вероятно, что это будет цена на нефть ниже 90 долларов. И вполне вероятно, что для этого будут какие-то фундаментальные факторы. Поэтому я думаю, что это вторая половина лета и начало осени. Можно сказать, что это есть ваш прогноз по курсу рубля? Абсолютно нет. А какой ваш прогноз? Исходя из текущих тенденций, я бы все-таки рассматривал порядка 34-33 рублей за доллар. Благодарю вас, Ярослав. Это было частное мнение Ярослава Кабакова. Я, Инна Лунева, желаю вам всего доброго и увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...